Безвыходных ситуаций не бывает. Бывают ситуации, выхода из которых мы не оставляем сами. Минск чрезвычайный. Здравия желаю! В эфире Минск чрезвычайный, а у микрофона Анастасия Гарбер. Статистика в лицах и цифрах. Оперативная информация за неделю. Более 1800 выездов на пожары совершили с начала года столичные спасатели. На пожарах за это время погибли 19 человек, 54 из которых шестеро детей были спасены работниками МЧС. Далее наиболее резонансных происшествиях минувшей недели. Минск чрезвычайный. Столичные спасатели пришли на выручку девочки, нога которой оказалась зажатой между педалью и рамой велосипеда на улице Янковского. С помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента ногу удалось достать. А на улице Байкальской пришлось уже снимать с дерева девочку, нога которой застряла между ветками. В обоих случаях обошлось без последствий. Напомню, что в дни летних каникул в республике продолжается профилактическая акция «Каникулы без дыма и огня», направленная на предупреждение гибели и травматизма детей, в том числе и в результате подобных чрезвычайных ситуаций. Не обошлось на минувшей неделе в городе и без автопожаров. На улице Долгобродской полыхал грузовой МАЗ. К слову, 2018 года выпуска. Огонь охватил кабину и перебросился на прицеп. Пожар был ликвидирован оперативно прибывшими спасателями. Предполагаемая причина происшествия – короткое замыкание электропроводки. На минувшей неделе в ДТП на 14-м километре с Миловичского тракта попали сразу три легковых автомобиля. Сузуки Свифт под управлением 72-летней пенсионерки столкнулся с «Опелем» и «Ниссаном». В Сузуки оказалась зажата пассажирка. Ей понадобилась помощь спасателей, которые, используя специнструмент, деблокировали женщину. В выходные работники МЧС на пожаре спасли женщину. Возгорание произошло в жилом доме по улице «Золотая горка». Пострадала мать хозяйки квартиры с ожогами, она госпитализирована. Вероятно, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем пострадавших. Извлекали спасатели и нож погружного блендера из пальца руки хозяйки квартиры на улице Бочила. Срезанно рубленной раной указательного пальца левой кисти с повреждением кости 30-летняя женщина доставлена в больницу. Минск чрезвычайный. Непотушенная сигарета чуть было не стоила жизни сыну хозяйки квартиры по улице Рафиева. Загорание линолеума в комнате ликвидировали оперативно прибывшие спасатели. Виновник пожара в состоянии алкогольного опьянения с ожогами ног и отравлением продуктами горения был госпитализирован. Соблюдайте правила безопасности и до встречи в следующий четверг. Безвыходных ситуаций не бывает. Бывают ситуации, выхода из которых мы не оставляем сами. Минск чрезвычайный. Минск чрезвычайный.